Всем привет дорогие наши ребята, вот и наступил 80, чертова знает там какой выпуск. Снова рад вас всех видеть на нашем канале и ваши замечательные рисунки и сейчас мы будем их рассматривать. Борис, где мое печенье? Блин, я себе только что тарелку принес, почему здесь одни крошки остались? Бандит, что ты на меня смотришь? Я вообще не трогал твои печенья, я в глаза их даже не видел, даже не знаю как они пахнут. Так, а ну-ка, кто здесь был сегодня утром? Ой, ну Кол заходил по-моему, Алиса заходила, Сэднес забегал. Нет, Сэднес точно бы не сожрал мои печенья, он у нас хороший мальчик. Так, Алиса, блин, ну Алиса тоже бы не съела, но она в последнее время какая-то грустная у нас. Нет, она бы точно печенье есть не стала, ей не до печенья. А почему она грустная? Да Кайла все своего не может найти, в прошлом выпуске его не было, и она опять его бегает ищет по всем кабинетам, уже всю студию тут оббегала. Так, значит остается Кол, а ну-ка зови его сюда. Кол, ты где там? Ну что вам от меня опять надо, опять критику навести? Нет, Кол, у нас теперь другой к тебе вопрос, вот здесь вот в тарелке только что лежала горка печенья, где они? Чего? Да ты посмотри в мои ангельские глазки, разве я мог съесть твои печенья? Слушай, Кол, да у тебя весь свитер в крошках. Крошки, отойдите подальше, а то Бенди смущается. А, очень смешно, ты значит сожрал. Да я одну только попробовал. Где моя сосиска, где моя сосиска, Кол сожрал собака, Кол сожрал собака. Борис, ты даже не начинай, сосиски твои я точно не видел. И не надо говорить, что у меня кожура от них к свитеру прилипла. О, Анти, привет, а ты что такой грустный, вы что с Алисой сговорились что ли? Мне просто не нравится моя прическа новая, я хочу пойти подстричься. Анти, да ты посмотри на мои юбки, они мне тоже не нравятся, но я их ношу. Ну, хотя вот здесь, нет, юбка мне не нравится, вот бантик я бы здесь оставил, классный бантик. Да ты посмотри на мои няшные глаза, а посмотри на соседа Фасолину, по-моему им куда больше досталось. Нет, и все-таки я пойду подстригусь, мне нравился мой прежний вид. Ладно, ребят, пока, я побежал. Ну ладно, давай, удачно тебе подстричься. Ох, привет, мальчики. Привет, Алиса, ну ты опять грустная, ну что случилось? Ах, Бенди, слушай, ну ты хороший демон, я знаю, что ты хороший, ну помоги мне, пожалуйста, Кайло найти. Ну, выдели мне какую-нибудь команду для поиска. Ну, хорошо, без проблем, давай сейчас кого-нибудь подберем. А ну-ка, давай, Борис, вырубай поисковиков. Итак, вот этого монстра забирайте, тыквенного, он обязательно вам поможет. И разобирайте, у него очки, он, значит, отлично видит, поэтому будет все хорошо рассматривать. Так, вот этого братика Грея забирайте, он очень высокий, будет издалека видеть. О, вот тут целая толпа Алиса, вот они обязательно тебе помогут. Они все вечеринки обходят, они везде бывают. Так, Пеннивайз, он знает канализацию как свои пять пальцев, так что его забирайте. Норман будет вам путь освещать. У него фонарь просто отличный, суперский, выглядит он отлично. Вот эту девчонку с фонарем тоже забирайте, она будет путь освещать. Так, Соник бегает быстрее всех, он будет впереди бежать. Путь указывать. Вот, для зимних районов нужен кто-то. Так, о, вот, едьте, отлично, едьте, забирайте. Он вам поможет в зимних районах. Нет, ты с трусами не пойдешь, ты же задницу всю себе отморозишь, ты оставайся дома. Так, санкции прочешут у нас подземелье. Кто у нас еще есть? Вот главой, главой Херзи назначим, она со всеми знакома, она будет главнокомандующей у вас. Ну все, ребята, удачи вам. Борис, ты не хочешь пойти с Херзи вместе покомандовать группой? Спасение. Нет, Бонди, я лучше тут останусь, выпуск буду тебе помогать делать. Ну ладно, ладно, оставайся. Борис, а можно я побегу в парк, там листья красивые нападали, а то у нас студия какая-то скучная, я листьев хотел насобирать. Нет, конечно. А можно я на диванчике полежу, немножечко телевизор посмотрю? Нет. А можно я кораблик в лужу попускаю или в уточку там поиграю? Нет. Мой лорд, за вами придет демон лень, если вы будете лениться. А я вас всех чудовищу вот этому скормлю. Какие же вы, эх, не даете даже погулять немножко. Мой лорд, вы и так целыми днями гуляете. Слушай, Сэмми, будь человеком, принеси чайку попить. И каких-нибудь пироженок или печенья, которые эти были невкусные. Ага, все-таки ты их съел, я так и знал, что это твоих рук дело. Ой, ну ладно, подумаешь, они все равно были невкусные. Так что ты мне должен еще спасибо сказать. Вот, держите чай, мой лорд. Держи, Кол, вот тебе пирожное. Что это за пирожное, какой извращенец его готовил? Не знаю, Кол, это фанаты все готовили. Очень вкусный чай, Сэмми, молодец, ты лучше всех у нас делаешь чай. Боже мой, Сэднес, ты, ты чё с ума сошел? Что такое укол? Офигеть, Сэднес, ты чё в таком виде по студии ходишь? А мне сказали, что красные труселя привлекают удачу и любовь и все такое. Ну, Сэднес, ты опять в компьютере сидел, опять всякой фигни там насмотрелся и начитался. Я же тебе запретил там лазить. Хорошо, что Алиса ушла, а то бы у ее Кайла сейчас новый конкурент появился. Сэднес, ну ты чё, оденься пойди сейчас же, красные труселя можно и так носить под одеждой. А я как-то об этом не подумал. Ну ты, блин, даешь. Блин, Кол, ты весь микрофон обрызгал сым чаем. Сэднес, ты оделся? Ну вот, другое дело, а то ходит он голый. Сейчас шиперы налетят, как мухи на мёд. Ах, Бенди, его нигде нет, мы всё обыскали, его нигде нет, Бенди, ну где мне его найти? Алиса, да не переживай ты так, ну найдётся твой Кайл. Ну как найдётся, его уже неделю нет, я места себе не нахожу. Да-да, иду, сейчас открою. Алиса, это к тебе. Что? Кайл, это ты? Кайл, где ты был? У меня чуть сердце не разозвалось, я чуть с ума не сошла. Где ты был? Глупый, глупый ты демон. Ты даже не представляешь, как я тебя ждала. Не смей больше меня оставлять ни на минуту, слышишь? Варёная колбаса, как это прекрасно. Как я люблю романтику, просто обожаю. Э-э-э, Борис, ты чё тут романтику? Ты тут не заплачь ещё мне, смотри. Ну ладно, слава богу, что Кайл нашёлся. А то я уж думал, придётся мне самому его идти искать. Борис, очнись, Борис. Картинки-загадки, давай, включай. Ребята, надо мозг размять. Давайте, картинка-загадка номер один. Я не знаю, можно это отгадать или нет. Надо, наверное, кто-то отгадает. Картинка-загадка номер два. Картинка-загадка номер три. Картинка-загадка номер четыре. Из какого она анимированного клипа? Оба-на, Кола, ты куда в таком виде собрался? Ну как куда? В Третьяковскую галерею, конечно. Куда же ещё можно в таком виде ходить? А дуванчик Кол к вашим услугам? Это просто шедевр. Он будет висеть на видном месте. Но откуда такая задница? Я что, Дженнифер Лопес? Метатон без ног? Или это не метатон? Я не знаю, но очень на него похож. Это просто я наложил цензуру. Критику живо, говорит автор. Если бы это был урок геометрии, я бы тебе поставил пять. Где пластика? Наверное, она вот здесь. Прекращаем писать маты. Вы ещё не выросли до матов. Автор этого рисунка тебе тоже самое замечание. Лысые персонажи с огромной чёлкой меня пугают гораздо страшнее, чем вот этот вот чувак с кучей ножей, торчащих из него. Неплохой рисунок, но это же срисовка. Ребята, рисуйте сами. Аркси. От Аркси я вижу только кофту и её глаза. Маленди Демон. Рост 10 сантиметров. Кого-то он мне напоминает. По-моему, вот его. Хаджи. Рост 2 метра. Я не знаю, кто из вас друг у друга срисовал, но по-моему, это явно видно. Ребята, зачем присылать рисунки из интернета и ещё просить на них критику? Вот тут понятно, человек сам нарисовал, хоть и криво косо, но зато сам. Свет в глазах Алисы, я готов смотреть на это вечно. Используем аккуратно манекены, а то получается немного порнография. Это попросили оценить. Нельзя бить кола, нельзя его ругать правильно. Это прекрасно, ребята, прекращаем лепить стикеры на картинки. Это не рисунок, это просто стикеры. Варвара, если ты не замечаешь, у тебя просвечивают фломастеры через бумагу, рисуй на одной стороне. А так рисунки неплохие, стикеры тоже, забудь про стикеры. Колу на оценку поставлю четвёрочку. В этом рисунке надо поработать над выдающимися женскими частями и удлинить ноги, потому что это выглядит странновато. Здесь очень огромная шея, ну потоньше чуть-чуть. Это вроде похоже на мазню, но мне очень нравится. Если бы здесь не написали, что это Норман Полк, я бы в жизни его не узнал. Здесь вообще ничего невозможно прочитать, кроме ты не ты, когда голоден. Сэм? Чё у него такие огромные рога у Сэма? Ребята, здесь прочитать тоже ничего невозможно, либо вообще не пишите, либо пишите почётче. Попросили оценить эти рисунки, ничего плохого не вижу, мне всегда нравился фломастер за их яркость, обычные детские рисунки, топоры, кровь, всё как всегда. Так, вроде это все, кто хотел критики, если кого не заметил, извините, подписываем на листочки, повторяю уже, наверное, в двадцатый раз. Ну всё, всем пока, котятки! Всё, упорхал наш одуванчик, побежал дальше критиковать кого-нибудь. Сам ты одуванчик! Не, я на одуванчика вообще не похож, я чёрненький такой, ты хоть серенький, так больше на одуванчик смахиваешь. Так, короче, мы тут по Андертейлу гуляем, вот это у нас Андайн, кстати, мне сказали, что это не русалка, но Андайн же, это русалка переводится в переводе. А кто-то мне сказал, что она не русалка, что она рыба-мутант. Вот, но русалка, короче, рыба-мутант, это и есть, по-моему, русалка. Так, это злая Тэми, если это Тэми, конечно. О, вот это мне вообще нравится, тут такие красивые, все разноцветные крылья такие красивые ещё, и хвосты здоровенные. Загадка, кто это? Вот я помню, одного злорез звали, а вот этого забыл, как зовут. Это кол кого-то спасает. Радужик, 17 лет, весёлый, грустит, когда дождь. Брат 5 сантиметров, любит голубой. Или нет, любит голубой, наверное. Короче, он любит голубой цвет. Каким же я была монстром. А ты сегодня милая. А там сидит Бенди, написано, одни руки торчат. Я Аркси, меня зовут Аркси. Мы поняли, поняли. Ах ты, зачем съел мои печенья? Ну я же чуть-чуть взял. Когда слушаешь какую-то песню. Ниндзя Гоу. О, мне трава тут нравится, такая веселая, зелёная. Вирус. О, хвост какой у неё шикарный. Два хвоста. Так, здесь я не могу ничего прочитать. Так, я енот. А почему ты енот? Хрен его знает, почему она енот. Кол под одеялом сидит. А, я помню, он в какой-то передаче, да, хотел с чаёк с кем-то под пледом. Попить. Так, здесь тоже какие-то пацаны. Это у нас прекрасная наша Алиса. Это ещё одна девочка с ножом. Такая вроде добрая, с виду. Чё с ножом? Так, это Ториэль. Наверное, в десант решила записаться. Судя по её раскраске. Ставь лайк. Ну, я не против. Так, здесь тоже мы ничего прочитать не можем. Кроме, кроме вообще ничего. Хе-хе-хе. Мой Оз Алми, 14 лет. Истории у него нет. Бенди, что мне надеть на Хэллоуин? Да так иди. Чё-то грустно. Не, нам не грустно. Нам всегда весело. Ваши рисунки нас всегда веселят. Вот на это вот так посмотреть. Ох, спасибо за комплимент, миледи. Ну, конечно, такой плащ шикарный. Я бы тоже комплименты рассыпал. Это Геннасанс, если я не ошибаюсь. Если что, поправьте меня. Это Чара. Это опять тот красавчик Хаджи с каким-то фиолетовым разноцветным, тоже красивым чувачком. Это Хэллоуин. У нас ещё Хэллоуин. Пару передач точно будет, потому что все рисунки не помещаются в один выпуск. Так, он убил Грея, зато что-то съел его печеньки. Мой лорд, ну не надо быть таким жадным. Я бы ещё и спёк. Подожди, Сэмми. Вот, смотри, тут у нас наша страшно прекрасная Алиса дальше пошла. Вот этот особенно рисунок очень красивый. Она тут такая милая, ещё с пирогом, в виде митли там сидит. И платье на ней так сидит. А вот тут я не понял, куда смотрит Алиса своими глазками? Так, это ангел Нормана, чем-то недовольный, спит на ходу. Катерина? Чара напала на Катерину? Да ладно, я отобрала у неё тинки-винки. Да я бы её разорвал за это. Винди-31 нам сегодня уже второй или третий раз рисуют. Что у нас ещё тут имеется? О, Анти сверху залез. Сэд на сэр. Кстати, у Анти нет левого глаза и правой руки, ребята. Правая рука, левый глаз, запомните. И вместо правой руки у него стоит протез. Потому что часто ему то без руки вообще нарисуют, то глаз не тот ему выколят. Левая, левый глаз, правая рука. И если дополнять абсолютно полный портрет Анти, то у него была вскрыта грудная клетка, поэтому у него огромный шрам посередине. Но этого уже никто, естественно, не помнит. Из наших только помнят те, кто давно-давно смотрит наш канал, потому что история была показана очень давно, и она была в конце видео, поэтому мало кто её видел. Эй, Бориска, где моя сосиска? Бориска, ты чё, спишь, что ли? О, Бонди, извини, да блин, уже час ночи, может, мы спать пойдём? Какой спать-то? Чё, у нас ещё рисунков целая куча. А ну-ка, не спи, ты, блин, шерстяной комок. Сам ты шерстяной комок, о, смотри, двухглавого брата нарисовали. Да ладно, что-то новенькое, наконец-то. Да ты, наверное, сумасшедшая раз флиртуешь со мной, говорит Ленни. Он явно в ней Лентиюгу увидал. Зачем хотеть, если она у меня есть? Знакомьтесь, Аиша, это сестра Хаджи. Хензи, злая сторона Херзи, которая чё-то с колом там сделала. Так, это красиво разноцветная чья-то ос. Это Сьюзи Кэмпбелл, мы там малюсенькими буквами кое-как догадались, что это Сьюзи Кэмпбелл. Суго или Суго. 20 лет любит Алису и обнимашки. Рома Ад плюс Омел равно Ромал. Борис, блин, да не спи ты. Да я не сплю, Бенди. Я смотрю, смотрю, я слушаю. Чё ты там говорил? Я говорю, Сэгнес вот в телефон залез, колому, говорит, вылезай из телефона. А это я в раю. Тут какие-то зефирки с шоколадом, наверное. Это Соник слушает музыку. Борис, а ну-ка повтори, что я сказал. О, Бенди, да не знаю, что ты сказала. Ты сказал, что Соник в рай попал вроде. Ай, боже мой, Борис, да тут потерпи немножко. Тут немножко рисунков осталось. А потом ещё комиксы озвучивать. О, не, Бенди, я усну точно, когда комиксы будем озвучивать. Я не озвучиваю комиксы. Меня там почти никогда не рисуют в комиксах. Ну, как это не рисуют? А где ты у меня печенье тыришь? Это же вечный комикс. Бестселлер, можно сказать. Нам обещают комикс про Эйра. Это начало. Красивый такой Эйр с цветами стоит. И тут приходит создатель, спрашивает. Эйр, ты ничем не занят? К нам сегодня кое-кто придёт. Он говорит, хорошо, создатель, но кто? Но создатель уходит. И всё, на этом первая глава заканчивается. Демон Янди звонит и просит о какой-то помощи. Потом он приходит и что-то спрашивает. И Сэдна стоит и думает. Если я скажу по-английски, я тебя люблю. Сэднес, чтоб ты знал Янди, это мальчик. Ультр, как ты мог, говорит этот жёлтый демон Джи. Он убил Бетти. Ультр это злая сторона Кола. Но, ребята, у Кола нету никакой злой стороны. Он сам по себе злая сторона. У него доброй стороны просто нет. И вот Джи, чтобы отомстить за свою любимую Бетти, вызывает Ультра на бой. И, видимо, проигрывает этот бой. А мы с Колом стоим и смотрим. Говорим, офигеть. И тут Кол решил поговорить со своей злой стороной. Я прыгну с обрыва. Стой, Кол, Кол, не прыгай. У тебя есть причины, чтобы жить. Ну и какие, например? Ладно, Сэднес, не напрягайся. У меня нет причин, чтобы прыгать с обрыва. Если бы Генри был девушкой. Ну все, мне звездец. Время пришло, моя маленькая овечка. Ритуал должен быть завершен. Эй, ты кого овцой назвал, черножопый? После побега. Утти, боже мой. Тридцать лет таких не видела. Интересно, почему Джо закрыл мультфильм? Ну все же хорошо было. Мо-ха-ха, ну держитесь. Герда с топором, как обезьяна с Томмиганом. Даже хуже. Не трогай меня. Тебя разве не учили, что пенсионеров бить нельзя? Невоспитанный хулиган. Да как таких земля носит? Бестыжий. А тебя мама не учила остерегаться людей с топором? Да и вообще, кто твоя мать? Увидела бы я ее, то вправила бы мозги. Как так можно воспитывать дитя? Чего? Как вы думаете, мы братья? Мы с тобой очень похожи, но есть одно но. Я выше тебя, малой. Ах ты падла. Прошло несколько лет, и малой перерос. Ммм, зато у меня хвост больше. Ой, тебе зимой. Янди говорит, вот мы и здесь. И говорит, зачем ты это сделал? Чувак говорит, потому что хочу. Где он? И тут Янди раз, и убивает его. А потом ныряет в какой-то портал. И оказывается, у меня и у Сэднеса. А Сэднес спрашивает, ты кто? Он говорит, я тот, кто спасет вас. Все, все враги разбежались. И тут Сэднес говорит, а если я влюбился? Сэднес, он мальчик. Я тебе еще раз говорю. Ты пойдешь со мной на Хэллоуин? Спрашивает эта девушка. Я говорю, да, конечно. Она говорит, ах, как мило. И мы идем вместе на Хэллоуин с Настюшей, я так понимаю. Я иду с Настюшей. А Алиса идет с Кайлом, судя по синему шарфику. Няня такая слушает музыку. И расслабленная тут слышит, вдруг плачет. Сэднес, что случилось? Спрашивает она. Он говорит, кол опять напугал. И тут она бросает свои наушники, свой магнитофон, который разбивается в требезги. И говорит, ну что ж, иди сюда. И тут прибегает Сэмми и говорит, мой лорд, надо тут Рейни успокоить. И говорит, а то на кола прибьет. Эй, ребят, Барс вернулся, и он не один. Вау, правда, я его так давно не видел. Барсик. Ох, я так рад тебя видеть. Как дела, где ты все это время был? Что за... Что... О, мой сатана, да у тебя теперь дети есть. Эээ, стоп. Ээ, ты... Ты что, ты их мама? Эээ, это получается, ты девочка? Кто здесь? Сэр, сэр, я тут. Сьюзи, у нас опять муравьи завелись. Я внизу. Сьюзи. Что? Нет. Хватит уже рисовать меня котом. А вот это другое дело. Так, надо придумать стих. Ай, ничего не идет в голову. Я помню чудное мгновенье. Передо мной явилась ты. О, понял, понял, помедленнее, помедленнее, Александр Сергеевич. Это еще парочка моих новых братиков, Третт и Кевин, которые лезут в камеру. Ты че лезешь в камеру, Третт, а ну-ка, отошел быстро. Кевин, отойди от камеры. Эй, криворукое существо, ты рисуешь как пятикантроп. Настало время, чтобы избавиться от тебя. Мне пора. Сэмми, кажется, у тебя появился поклонник, который не может удержаться от твоих песен. Я пытался сделать все на лад, Сэмми, но она поет и поет и поет постоянно твои песни. Хочешь, чтобы ты ее услышал? А дальше идет просто нечитаемый текст, просто вообще, ну никак нечитаемый. Здесь Борис ест печеньку, как всегда, я спрашиваю, не моя ли это печенька? И он начинает от меня убегать. Ну, ясно, что это, естественно, была моя печенька. Не поймите, я не котенок. А, а, апшш! О, да он чихает, как котенок. А, чертовы фанаты. Это комикс Ребус, будем сейчас разгадывать. Страшная пони вся зашитая. Чара королева не Ютуба. Я как-то так это понял. Ивангай Гастер Ангел. Друзья, нам капец. Да, все нам капец. Слушай, ну, ты мне нравишься, Элис. Что? Она ему нравится? Как? А я? Я все видела. Нет, это безысходность. Надо все исправить. Зачем вызывали, миледи? Ты кое-что должен сделать. Он что-то скрывает. Окей, Гугл, что такое шиппинг? Он не должен ничего знать. Отдай это сюда. Я тебе говорил, не пытайся ничего узнать. Ах, ты маленький паразит. Ты хочешь сломать себе психику? Я старше, и я знаю, что лучше для тебя. И вообще, интернет это зло. Ладно, прости. Прости, что накричал. Но я пытаюсь уберечь тебя от всего этого. Хоть ты все равно рано или поздно узнаешь об этом. Но пока не настало это время, я всячески буду стараться, чтобы ты не нагляделся всякой гадости. Феечки, Винкс, существуют. Два плюс два равно пять. Земля плоская. У вас на плече огурец. Я говорящий шарфик. Заметьте меня, плиз. А я огурец. Сильное заявление. Опять дружко косплеит. Что я тут делаю? Что это? У тебя что, рога что ли? Ты суккуба? А ты рогатый олень. Эй ты, дай печеньку. Да, я тебе сказал, ты же не хочешь плохого времени. Ну я тебе дала целую пачку, у меня больше нет. Ну ладно, ты сама напросилась. Эй, Бенди, это ты испортил мои скетчи. О нет, о нет, о нет, о нет. А ну-ка дай сюда. Эй, это Алиса сделала. Ну все, ребятки, на этом замечательном комиксе подходит к концу наша передача. Вас еще ждут привет и поздравления. А я вам говорю всем пока. Я вас люблю и крепко-крепко обнимаю. Всем пока-пока. Наш канал поздравляет с днем рождения Анастасию Волынко, Кристину Дмитриеву, Екатерину Демидову, Киру Ахметову, Ларису Рерих, Дарью Михальчич, Полину Элиашвили, Никиту Ватановского, Адрианчика Демона, Анастасию Лоуренс, Юлию Катунову. Мюзик-кэт, Соник и его друзья с прошедшим Катей Янкавичус, приветик тебе, мальчик-крут на 100, привет. Юлия Севенкова, приветище тебе, алло, и Дримур, обнимашки, не будь одинока. Си Тореса, привет. Краска Пайн, салютик. Мария Вижанова, привет. Василина Слинкина, приветик. Ти-ти-ти-ти, привет. Катя Кузнецова, привет. Наталья Алферова, приветик тебе. Нику, приветик тебе огромный. Елена Серегина, приветище. И всем пока, ребята. У самого у тебя фантазии не хватает. Сам ты не поэт. У самого у тебя фантазии не хватает. Ой, вот не надо вот этого. Надо радоваться. Не надо напрягаться. Надо радоваться.